Всем ребята, привет, вы на канале GameDop. Сегодня я покажу вам уникальную игру, потому что чего-то подобного я не видел уже, наверное, много-много лет. Игра называется Alios M, Red Battlefield. Игра от тайских разработчиков, и она вышла где-то там в Таиланде, наверное. Или в приближенных странах. Я не буду вам показывать самый начальный контент, вот у меня есть лучник 34 уровня, вот им и поиграем. Но всё же, давайте нажму создать нового героя и посмотрим, какие здесь есть классы. Есть маг, типичный класс. Есть лучник, тоже типичный класс. Есть кнайт, воин, рыцарь, типа танк, тоже типичный класс, только всего лишь три класса. Но мы можем выбрать ребёнка и взрослого. Ребёнка-девочку и взрослого мужика. Мах у нас женщина и маленькая девочка. Немножко странное деление, даже не по полу, а по возрасту. Ладно, выбираем нашего лучника и нажимаем играть. И вот, смотрите, сейчас будете наслаждаться великолепно, безумно красивой графикой. Вуаля! Когда я говорил, что это тайская компания, я, наверное, ошибся. Это, скорее, не какая-то компания-разработчик, а, возможно, пару студентов решили создать вот такую вот игру. Такое ощущение, что это какая-то дипломная работа каких-то там студентов-геймдизайнеров. Короче, как видим, графика, мягко говоря, не очень. Что-то подобное было очень-очень давно, как будто самые первые такие вот мобильные MMORPG. Здесь всё очень неудобно. В плане дизайна менюшек, даже не в плане графики, а именно там иконки, менюшки, настройки, какие-то кнопочки. Всё сделано тоже, мягко говоря, не очень. Вот эти кнопки, которые там есть, там и ивенты, и ранги, гильдия, петы, трансформы. Когда нажимаешь пальцем на эту кнопочку, нужно раза 3-4 нажать, чтобы попасть. Не знаю, почему это так плохо работает, но попадать пальцем в этим кнопкам очень неудобно. То, что касается контента. Всё же я оставлю ссылку в описании, там я записывал видео, как я прокачивал свои самые первые левела. Кому интересно, посмотрите. Короче, мы берём квест, идём в её мобов, квесты сдаём, получаем уровень. Здесь за каждый... Здесь за каждый квест мы получаем уровень. Вот я квесты сдал и получил уровень. После квеста какой-то там диалог. Нам дают 3 поинта, которые мы можем прокачать. Я всё-таки кидываю в декст и подтверждаю. Всё, у нас автоматом появляется следующий квест, где тоже нужно убить 40 мобов. Мы их убиваем, тоже получаем левел. И так по кругу. Всё, здесь больше ничего нету. Квест взяли, убили, сдали. Квест взяли, убили, сдали. Ну, ещё иногда нас посылают до NPC, с NPC поговорить. Который нас отсылает в другую локацию, тоже ведьмобов. Давайте рассмотрим меню. Какие здесь есть возможности. Гильдия. Я что-то подавал заявки в гильдию, меня не принимают. Не хотят меня в гильдию принимать. Сначала думал свою гильдию создать, но полмиллиона бабла, у меня никаких бабок нету. Поэтому пока без гильдии. Инвентарь. Вот так вот он выглядит. В плане технически он похож на Lineage 2M. Когда мы одеваем какую-то вещь, она в инвентаре остаётся, но возле её появляется буковка Е. Типа мы её экипировали, одели, используем. Мапа Select. Это, а, ну-ка, зоны. Я вот тут 4 зоны есть. Я пока бегу на первой зоне. Данж-зона. Данж-зона открывается с 40-го левела. Там тоже пока что я не был. Ещё нужно 5 левелов прокачать. Пэты. Пэты появились на 25-м уровне. Вот столько пэтов здесь. Вроде бы примерно 7 штук или 8. Каждый пэт повышает какие-то статы. Вот пэт ХП повышает. Так, нажимайся. Пэт МП повышает. Вот атаку повышает. Вот я его качаю, с ним бегаю. Он такая, типа, какая-то листица возле меня бегает. Вот это мой питомец. Камеры здесь не поворачиваются. Приближения здесь камеры вот такого свайпа здесь нет. По карте есть глаз нарисован. Сейчас попробуем его нажать. О, я попал. Типа, оно приближается. Отдаляется. Ещё отдаляется. Всё, 3 режима камеры. В целом система инвентаря, система пэтов, система карточек. Это всё взяли с Lineage 2M. Так, вы прокачали ещё один левел. Точнее, скиллы. То есть, скиллы. Квесты сдали, левел прокачали. Итак, у нас уже тысяча шестой левел. Отлично. Качаю декст. Подтверждаю. У нас появился следующий квест. Мы бежим его делать. Можно телепорт нажать и бесплатно к этому квесту телепортироваться. Шмотки здесь точатся. Вот у меня лук плюс 8. Нужны камни. Если шанс неудачный, то вроде бы вещь остаётся. Она не ломается. Просто неудача, неудача точнулась. Неудача, неудача точнулась. Так, дальше. Магазин. Ну, несмотря на то, что игра вот такая вот интересная очень. Донат шоп здесь. Как бы... Как видите, он здесь и есть. Можно какие-то скины купить. На воина, на лучника, на мага. Всё это отдельно продаётся. Скилл им. Так, о, кстати, у меня скилл появился. Только его нужно прокачать. Книжка нужна. Есть книжки. Выбиваем книжки. Качаем скиллы. Есть активные скиллы. 4 скилла. Как раз и 4 иконки под 4 скилла. И есть вот целая куча пассивных скиллов, которые постепенно открываются. Всё это качается. Книжки нужны. И золото нужны. И всё. Ранги ещё есть. Просто список, у кого больше всего БМ. Как видим, здесь часто попадается тайский язык. Так что, наверное, это... Тайский сервак. Скорее всего, что. Также я говорил, что здесь есть трансмоги. Но они открываются с 50-го левела. Если вы играли в Lineage 2M, типичная карточка. Выбираем карточку и превращаемся в эту карточку. Здесь подеет так же. Давайте я вам покажу карту. Смотрите. Если вы хоть раз видели, как делают локации, типа геймдизайн, то это просто вид сверху. Жёлтая точка. Это я бегаю. Есть и белые точки. Это игроки бегают. Короче, все игроки, которые здесь есть на карте, они все отображаются. Что ещё здесь можно рассказать? Да больше ничего. Сейчас добьём 2 левела. То есть, 2 медведя. Получим левел. И будем заканчивать. Так вот. Получили левел. Диалог. Подкачали Дексту. И вот пошёл следующий квест. Итак. Как эту игру можно оценить? Конечно же, если её оценивать с современными мобильными играми, то это полное днище. Но если эту игру разрабатывали там буквально пару человек, то, в принципе, у них что-то получилось. Это по-любому небольшая компания с минимальным бюджетом. Потому что всё сделано максимально бюджетно. На коленках, как говорится. Я такого уже не ожидал. Вы 2021 году такое увидите. Всё. Спасибо за внимание. Всем пока. Bye-bye.